привет всем зрителям и подписчикам моего канала alex money academy в этом видео хочу показать вам какие монеты мне присылают подписчики что можно найти в вашей копилке и как на этом хорошо заработать друзья во первых и потом я совершу покупку на сайте виолити увидите очень интересный лот немножко дальше такого вы еще точно не видели ну что ж начнем с приятной монетки который нашел дмитрий в своей копилке после того как посмотрел мой видеоролик это 10 копеек которые 2001 года не частые монетка 10 копеек потому что они в основном делались для подарочных наборов и то именно такую монетку я к себе покупаю в коллекцию друзья так что если у вас есть вы находите 10 копеек 2001 года в своей копилке пожалуйста напишите мне в instagram ссылка будет в описании дальше что еще самое интересное 25 копеек они у нас уходят из оборота и сейчас все потихоньку начали перебирать свои копилки менять ходить в банк потому что боятся что деньги все-таки пропадут и вот эти 25 копеек 95 года можно предложить мне или продать например на каком-то из сайтов например на виолити но конечно же цена зависит от состояния насколько монета грязная не грязная насколько она с какими-то коцками и адекватно оценить цену можно только по фотографии с трех разных сторон с аверса с аверса это там где у нас украина написано реверса это вот здесь вот там где номинал и гурт чтобы понять что нет каких-то забоин коцок потому что любая малейшая грязь любая малейший удар это уже снижение стоимости монеты потому что ну кто хочет себе в альбом положить монету с какой-то царапины дыромаха или с грязью конечно же таких поменьше ну когда бюджет ограничен к тогда покупается что-то подешевле да и монетка кладется в коллекцию дальше из того что сейчас присылают это 50 копеек 2001 года как и 10 копеек интересная и редкая конечно тоже по состоянии важно важно следить смотреть чтобы она была без коцок а еще лучше как в штемпельном блеске попадаются они у меня кстати еще нет 25 копеек 2003 вообще в коллекции друзья то есть есть 20 50 копеек вот мне прислали конечно не в супер же таком состоянии штемпельном но все равно можно положить в коллекции я могу их положить но я бы поменял например в будущем то 2003 года 25 копеек у меня просто нет ну что ж и конечно 95 год хочется встретить в штемпельном блеске чтобы она прям вся блестела но пока только вот такие попадаются присылайте мне спасибо большое если у вас есть 50 гривна 95 года пожалуйста пришлите мне фотографию аверса реверса и гурта по ссылочке в инстаграм вот вот так они приходят конечно у них была пиковая цена когда они были на взлете когда их очень мало было в продаже потом как только эта тема кажется началась очень много было рекламы много блогеров сняла видеоролик они люди начали находить и нести и продавать 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 рынок просто накрыла этими монетами 1 гривна и они сильно упали в цене а потом еще коронавирус кризис короче монетки подупали но в целом мне это интересно потому что это мое хобби я к себе складываю у меня есть на обмен я некоторые монетки беру просто себе для того чтобы с кем-то можно было поменяться на что-то интересно это может быть даже я меняюсь на какие-то картины или на марки марки пока еще не не моя тема они кстати сейчас на спаде и если вы хотите эту тему развивать можно покупать именно сейчас самая дешевая цена на марки вот это 50 гривна 95 год гривна 95 вот еще одна немножко получше состояние 25 копеек 2001 2003 года и 10 копеек 2001 года спасибо дима тебе огромный привет а теперь вы узнаете что же я прикупил на виолите за какую цену и потом покажу это прямо здесь выпуске поехали хочу показать вам интересный лот на сайте виолите это одна копейка 1996 года в принципе это обычная копейка которая с маленьким тиражом делалось для наших наборов и в целом она довольно интересная тем что здесь сделано американской компании ngc грейдинг этой монеты как мы видим присвоен ей статус м с 66 конечно минус этой монеты что ее нельзя положить например ваш альбом или какую-то папку где вы храните свои монеты но некоторые люди хранят монеты вот в таких вот скажем так капсулах частью дальше я расскажу какие же способы у нас хранения есть я предложил продавцу 1900 гривен за данную монету в опции предложить но как мы видим что продавец не принял это предложение то есть или даже не рассмотрел его в принципе грейдинг даже копейки стоит довольно дорого то есть нужно эту монетку отправить в сша как-то ее соответственно загрейдить это стоит определенного времени давайте сделаем ставку ваша ставка отправлена то есть но в целом в целом эта монета конечно стоит где-то 1600 1900 гривен в данном случае это у нас ngc грейдинговая компания сделала грейд данной монеты так что в целом это довольно интересно давайте посмотрим выиграли я эту ставку небольшое волнение потому что ты думаешь в принципе интересно было бы покрутить эту монетку в такой вот интересной грейдинговой в такой интересной упаковке что можно сказать в принципе каждый человек сам для себя решает как ему хранить монеты и вот этот способ довольно с одной стороны интересный потому что ну у нас получается монетов реально в отдельный такой вот в отдельном боксе предотвращена от каких-либо прикосновений там и так далее с внешним миром действительно но с другой стороны нельзя ее подержать в руках хотя такую монету 96 года ну что что ее крутить знаете когда монетка большая такая интересная прям серебряная или золотая хочется прямо подержать копейку 96 года ну ну максимум положить конечно в альбом она у меня в альбоме есть очень красиво смотрится в данном случае довольно такой необычный формат давайте посмотрим сейчас через три минутки так ну что у нас 10 секунд до завершения лота вообще как-то значит не знаете необычно когда твои ставки там лидируют и ты выигрываешь на аукционе на каком-то аукционе в данном случае на сайте виолити это просто супер лот продан с моей ставкой очень круто давайте посмотрим вот можно нажать на ставочку и в целом да вот мой рейтинг моя ставка монетка поедет ко мне я вам покажу ее в обзоре сейчас буквально может хлопнул ладоши и монета окажется на столе вот она гляньте приехала на сайта виолити вообще на сайте я знаю много всяких штук брендированных можно купить себе и сумку и кепку и у меня такая наклеечка вот на столе вот это приехала ngc грейдинг 1 копейка 96 года конечно конечно она отличается по формату коррекционирования обычно если у меня монетки вот у нас в альбоме сейчас покажу вот как у меня 96 год лежат вот это копейка 96 года у меня уже в альбоме уложена это отдельный формат хранения это вот такие вот боксы под них есть специальные коробочки в которых ты складываешь но я первый раз в руках держу вот такую пластиковую штуку она довольно плотная не скрипит очень туго запаянная чтобы так понял не проникал туда не воздух не пыль ничего и стоит в рейтинг ms 66 довольно высокий рейтинг то есть я так понял там максимально это 70 ну хотя тут в монетках очень приятном состоянии никаких там них забоин царапин чего-то чего-то такого другого нет я не знаю как именно они оценивают рейтинг данной монеты конечно есть эксперты которые смотрят которые понимаю да в этом деле интересно ребята как вы думаете если такие украинские монеты выше рейтингом кстати по этому номеру на их сайте можно посмотреть конкретно на эту монету то есть сбивается номер и вы видите конкретно эту монету и информацию о ней в целом 96 год копеечка не часто делались для наборов интересно и вот кому-то пришло в голову за грейдить нашу копейку это конечно невероятная история но так как у меня канал про монеты украины пожалуйста для вас и для себя я приобрел эту монетку чтобы посмотреть показать покрутить гляньте какая голограмма в целом довольно крутая вот первая монета в грейде у меня вот я думаю смысла и и открывать нет и перекладывать в альбом потому что сама такая капсула стоит уго сколько денег вот плюс время пока она отправится за границу пока там все пройдет пока ее оценят пока запакует отправит вам назад ты я думаю это довольно месяц будет это все заниматься может конечно в зависимости еще от того партнера кто этим будет заниматься если у вас есть партнер который занимается кстати в украине не знаю если компания который официально занимается грейдингом монет друзья если знаете напишите пожалуйста в комментариях потому что я такую компанию не знаю я знаю в россии такие компании есть может быть как-то напрямую можно отправлять но сложно вот такая монетка как вам напишите свои впечатления купил как обычно на сайте виолити ссылка будет в описании и до новых встреч друзья всем спасибо за просмотр всем пока